Кто такой донор и как им стать? Специально для школьников республиканской станции переливания крови проводят экскурсии. Их организаторы, авторы проекта, доноры крови Чуваши. Что запомнилось школьникам, расскажет Юлия Важенина. Это у нас аппарат для вирусной активации, система фотообработки плазмы называется. Для чего нужен этот аппарат, как берут кровь и какие существуют виды донаций? Специалисты станции показали школьникам весь путь донора. От регистратуры до зала забора крови. И даже развеяли все мифы о сдаче крови. Быть донором значит не только помогать людям и приносить пользу обществу. Это полезно и для самого добровольца. Если донор постоянно к нам приходит, то организм его тренируется. И да, в экстренных ситуациях, чрезвычайных ситуациях, если не дай бог будет кровопотери, то организм тренированный донора уже справляется с этой ситуацией гораздо легче. Обновляются клетки крови, омолаживается организм. Я узнала очень много нового о донорстве, о проекте, который проводится в Чувашии. И, скорее всего, в дальнейшем я буду тоже приходить сюда. Это нужно для помощи другим. То есть мы должны думать не только о себе, но и о близких, и о других людях. Но существуют и противопоказания. В их числе определенные болезни, недостаток веса и несовершеннолетний возраст. Витя Тарабаркин пока не может быть донором. Ему нет еще 18-ти. Но уже мечтает встать в ряды добровольцев. У меня отец сдавал кровь, у него есть значок. Его сестра сдавала кровь. Я тоже в будущем буду сдавать кровь. Проект «Доноры крови Чувашии» существует в республике 9 лет. Два года он получает поддержку фонда президентских грантов. За это время количество участников значительно выросло. Кстати, руководитель проекта Дмитрий Кашеваров сам сдавал кровь уже 57 раз. Польза проекта в том, что в первую очередь идет омоложение среднего возраста донора. Плюс более широкий охват вообще в принципе. Очень надеюсь, что в этом году мы достаточно сильно превысим общее количество доноров за прошлые года. Ну и, конечно же, это помощь самой системе донорства крови в республике, чтобы она оставалась надежной, чтобы все рецепиенты, которые нуждаются в донорстве крови, получали кровь или ее компоненты. Только за прошлый год через станцию переливания крови прошли 19 тысяч человек. Благодаря таким проектам количество доноров растет быстрыми темпами. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.